Привет, мои хорошие! Как и обещала, начинаю съемку серии видеороликов о том, как я лечу себя и своих близких Деннисом. Начать хочу с лечения мигрени, головной боли, так как для меня это главная функция этого аппарата. Головная боль мучает меня с детства, мне кажется, с рождения. У меня до сих пор стоит диагноз гидроцефалия. Звучит страшно, но по факту не так страшно. МРТ я делаю периодически. Мама с детства меня водила по больницам. Что у меня только не было, какие только мне процедуры и проверки не проводили. Я просто привыкла пить обезболивающие таблетки, как-то бороться со своей мигренью. Только во взрослом возрасте я узнала, что это мигрень и как с ней бороться. Например, конкретно у меня перед мигренью всегда начинается ухудшение зрения. Это раз. А во-вторых, у меня мигрень прямо перед менструацией. Поэтому я уже к ней привыкла и знаю, как ее предупредить. Сейчас покажу вам несколько способов, как я пользуюсь аппаратом в таких ситуациях. Как я предупреждаю мигрень и как я борюсь с появившейся мигренью. И как просто с головной болью борюсь. И мне очень нравится, что мне больше не нужно глотать обезболивающие таблетки несколько раз в месяц. Не вредить своему желудку. Возможно, из-за всех этих обезболивающих таблеток у меня в свое время появился гастрит. В общем, давайте сначала поговорим о том, что рекомендует сам производитель. Итак, включим, конечно, аппарат. Нажимаем на кнопочку включения и задерживаем ее. Появится новый нейроденос. Но там точно так же будут автоматизированные программы и возможность выбирать частоты. Поэтому, если вы уже старый не заказали, в новом нейроденосе тоже все будет максимально понятно. Итак, производитель рекомендует нам при мигрене использовать частоту 77 ГГц в течение 5-15 минут, а для усиления эффекта 9,5 ГГц в течение 5 минут. Сначала покажу саму программу, а потом подключение аппликаторов и как я все делаю. Итак, чтобы выбрать самому частоты, мы выбираем вкладку частоты. Тут все максимально понятно. Стрелочки, кнопочка ОК. А 77 ГГц, вот у нас есть такая программа. Так, проверяю, чтобы вам видно было. А 9,5 мы должны выбрать вручную, вот в этом режиме, от 1 до 9,9. Нажимаем ОК, стрелочка вверх. Выбираем 9, выбираем 5. Все, выбрали, нажали ОК. И теперь, когда нули на экране появились, выбираем мощность. Я всегда выбираю такую мощность, которая позволяет мне ощущать покалывание, прям тока. Если у меня сильная боль, то я делаю не просто легкое покалывание, а прям хорошо ощутимое покалывание. Вот, следующее, что еще сразу скажу. Никогда сильно не прижимайте аппликаторы к коже, потому что если аппликатор максимально прижат, например, вы на него легли, никогда не ложусь на аппликаторы, вы не можете адекватно почувствовать воздействие Деноса на вас. То есть, если я ложусь на Денос, я могу 99 мощность выбрать, тут до 99 можно продвинуться. Я не ощущаю эти покалывания тоже. Нам не нужно переборщить, чтобы в момент и так острой боли или острого воспаления не сделать еще хуже. Вот. Точно так же, если вы выбираете 7,7 ГГц, всегда вы выбираете кнопку ОК программы, когда появились нули на экране, вы выбираете мощность. Когда вы в программе, где вы сами выбираете частоты, время для вас не зафиксировано, поэтому вы следите за экранчиком, сколько времени вы там, ну до 15 минут, например, применяете, так и делаете. Теперь, при этой программе вы воздействуете на ту зону, где вы чувствуете как бы отголоски этой боли, да, то есть у кого-то лоб болит, ну в районе лба, у кого-то в висках, у кого-то, вот у меня в затылочной области, у кого-то в теменной. Я прикладываю к затылочной. Я раньше мучилась, потому что Денос, у самого Деноса, видите, есть вот это место, которое и подает импульсы. Оно при столкновении с волосами, во-первых, не может правильно импульсы передавать, во-вторых, все время пипикает и думает, что как бы контакта нет и ток не подается. Поэтому я купила вот такие вот массажные, комплект массажных выносных электродов, по-моему, так он называется. Он подключается непосредственно к Деносу, все электроды я подключаю, когда Денос еще выключены. Вот тут они вот так соединяются и подключаются. Давайте его выключим. Доброго здоровья все втыкаем, включаем и уже потом выбираем программу. Вот этот выносной электрод позволяет попасть прям к коже головы, минуя волосы. И я прям к затылку прикладываю и держу. Я прям чувствую, ток пошел и вот так потихонечку перемещаю и прорабатываю всю затылочную область. Вот. После процедуры 30 минут надо полежать. Но работает очень хорошо. Поэтому если конкретно говорить за мигрень и головную боль, и если у вас, как и у меня, затылочная часть, то есть если лобная или височная, там можно без вот этой штуки обойтись. Если же все-таки это темечка или затылок, то, ну если вы не лысый мужчина, понадобится все-таки вот такой вот массажный выносной электрод. Далее. Теперь, если не говорить про частоты, как мы выбираем, то есть стандартные программы. У нас есть боль-боль сильная. Я их применяла на голову, тоже работает, но помимо, точно так же все. Выбирайте программу, он показывает любая часть тела, куда прикладывать, и пошли мощность выбирать. В боли сильной то же самое будет. Но есть еще функция голова. Вот. И она тоже показывает, видите, на затылочную область. Вот это при головных болях. И еще есть, смотрите, какая функция. Помните, я вам говорила, что я могу предупредить мигрень. Вот в тот день, ближе к месячной, ну вот уже когда месячные вот-вот-вот-вот на носу начнутся, и я чувствую ухудшение зрения, я выбираю программу ВСД. Это вегетососудистая дистония. Я не уверена, конечно, что у меня есть вегетососудистая дистония, а кого у нее нет. Мне кажется, в мое детство вообще у каждого ребенка стоял диагноз ВСД. В общем, для этой вегетососудистой дистонии я выбираю вот такой вот кругленький аппликатор. Он шел в комплекте с... А, нет, он не шел. Он шел тоже в отдельной коробочке, этот аппликатор. Видите, я уже настолько к нему привыкла, что мне кажется, он в комплекте. Вот так он выглядит. То есть он позволяет создать другую площадь. Вот. И я выбираю режим ВСД. И ВСД, смотрите, куда ставить надо. На холку. Вот. И я вот этот аппликатор ложусь на живот, кладу его себе на холку и ладонь кладу сверху, либо специальные резинки в комплекте с этими аппликаторами были. Вот. Главное сильно не прижимать. Напоминаю, что если я вот лягу на этот аппликатор, я не буду ощущать мощность. Вот. И после того, как я делаю эту процедуру перед тем, когда я знаю, вот-вот появится мигрень, она у меня может либо совсем не прийти, либо утром я встаю немножко с таким странным ощущением, я еще раз могу сделать вот это на холку, и через время я добиваю в режиме голова. Вот. Я пробовала, в принципе, режим, который, ну, производитель придумал, не придумали, предусмотрели, да. Вот, 77,9,5 ГГц. Но вот в том случае, если я поймала заранее, то вот эта программа ВСД, то есть я уже могу даже не доводить до сильной мигрени, до сильной головной боли. Вот. Надеюсь, я понятно рассказала. Долго я боялась приступать к этой серии видео. Но если будут вопросы, обязательно пишите, подробно расскажу. Ну, главное, запомните общие принципы, да. Включили, выбрали либо программу в режиме голова, если уже болит голова, либо ВСД. Кстати, ВСД очень еще хорошо, когда есть такое состояние, то ли тумана в голове, какой-то слабости, сонливости. Вот программа ВСД тоже очень при ней помогает. И вот для предотвращения. Но это заранее. Это называется, как же, это меня коллега научила. Это, что она сказала, что у мигрени есть, как бы, аура такая предупредительная. Вот у нее, по-моему, была, она реагировала на запахи своеобразно перед мигренью. А вот у меня ухудшение зрения перед мигренью. И это она меня научила предугадывать мигрень. То есть, ну, находить признаки, по которым можно определить, что она появится. Вот. Так что пробуйте. Надеюсь, вам тоже поможет. И пишите, конечно, в комментариях, о чем еще вам снять. Потому что я многие программы попробовала. Вот. Так что с радостью поделюсь с вами информацией. Вот. Ну, конечно, все полезные ссылочки всегда есть под видео. Всегда буду рада комментариям, вопросам. Берегите себя, своих близких. Пейте меньше таблеток. И будьте здоровы. Всем пока.